Представители Меджлиса крымских татар совместно с дипломатическими миссиями ряда европейских стран инициируют идею объединения санкций против России, которые ранее были введены странами Европы и США из-за аннексии Крыма и поддержки боевиков на Донбассе. Об этом заявил народный депутат Украины, лидер крымско-татарского народа Мустафа Джамиля по итогам четвертой ежегодной встречи с представителями дип-миссий в Киеве. По его словам, эту идею поддержали большинство участников встречи. Прозвучала идея о том, что невозможно смягчать или убирать какие-то санкции только потому, что где-то там частично соблюдаются агрессором какие-то условия. Но пока продолжает оставаться в оккупации часть территории. Поэтому здесь четко говорилось о том, что необходимости объединения этих санкций. Экономические санкции в отношении России, напомним, действуют около двух лет, пока продолжаются оккупация Крыма и военные действия на Донбассе. Они касаются всех сфер экономической деятельности страны-агрессора в мире. Таким образом, мировое сообщество пытается понудить ее освободить оккупированные украинские территории. С начала аннексии Крыма там постоянно нарушается право человека и преследование граждан по политическим, религиозным и другим признакам. Однако полноценно мониторить ситуацию на полуострове на сегодняшний день невозможно. Международные наблюдатели больше года лишены доступа на полуостров. А оккупационные власти блокируют все попытки международных миссий попасть в Крым. Спросите у своего руководства, как они так делают, что они нас приглашают и нас не пускают сюда заехать. Задайте такой вопрос. Мы подождем пока. Мы уже запрашивали их, командовать, запускали. В ситуации с допуском в Крым представителями дипломатических миссий усложняет еще и участие России в составе Совета Европы и ее право витировать те или иные решения. Поэтому в ходе четвертой встречи с дипмиссиями в Киеве представители МИДЖЛИСа крымских татар призвали международное сообщество продолжить работу по созданию в Крыму международной миссии ВСЕ, которая бы мониторила многочисленные нарушения прав человека и оперативно реагировала на них, информируя мировое сообщество. Вопрос, озвученный председателем Министерства Крымского народа, по необходимости создания какого-то постоянного представительства самого высшего международного органа, представительства ООН на оккупированной территории, которая могла бы мониторить ситуацию с правами человека. Я думаю, что это очень важно, хотя, конечно, все это зависит, насколько это удастся. Об итогах встречи в Киеве представители международного сообщества отчитаются перед правительствами своих государств. Решено также и дальше контактировать с украинскими властями и представителями МИДЖЛИСа для дальнейшей разработки стратегии возвращения Крыма под контроль Украины.